МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вона интригующая, ця запальна. Вона беззаперечный эталон краси и стилю. Надя Дорофеева, сегодня у моя профессион. Ексклюзивно у моя профессион. Девушка-блонда дізнается про все с життя Нади Дорофеевой. Ты влюбилась в вогу с кузом. Спробует на себе новые танцювальные фишки-спевачки. Поля, стань! Покажет, как создать эффект пухкеньких губ, как у Нади. До всяких там инъекций. А еще выведет у Дорофеевой все подробицы ее особенного життя. Я ему вынесла страшный мозг. Надюш, очень приятно, что ты пришла в моя профессион. Конечно, очень много информации о тебе в социальных сетях, в интернете, по телеку, везде. И получается, что уже особо спросить тебя нечего. Но тем не менее... О, как много вы не знаете! А по поводу поцелуя, который у вас случился на М1 Music Awards, и потом, по-моему, как бы еще была история. Скажи мне, ну вот как ты на это решилась, учитывая то, что ты же супер-отличница и очень прекрасная девочка? Просто я не супер-отличница, на самом деле. И очень прекрасная девочка. Нет, я, конечно, хорошая, но мне всегда не нравилось, что меня воспринимают как просто милую девочку. Потому что в душе я совсем не такая. Потому что на сцене, когда мы выступаем, мы тоже совсем не такие, какими можно нас увидеть было, например, в предыдущих клипах. И что есть в моей жизни какое-то желание где-то нарушить правила. А твои губы вонят меня всерьез. А если мой парень задаст вопрос, обнимас, до свидос. Последние два года как-то связаны с тем, что я хочу стать свободнее. И не всегда хорошо, когда ты делаешь все правильно, четко. Я делала так очень долго. И как только я себя в чем-то немножечко поломала, мне стало веселее, интереснее жить. Надюш, ты невероятно вот это танцуешь. А, конечно же, в этих клипах вот это та-ра-та-та. Да. И вот эта попка, летящая походкой. Я понимаю, что перед клипами вы очень много работаете. Что ты с хореографами делаешь? У тебя отдельное занятие, либо же вы с позитивом вместе? Как это происходит? Мы ходим вместе с балетом, отдельно с позитивом. И я еще хожу отдельно. То есть это прям вообще твоя жизнь? Да. Особенно это, опять же, было два с половиной года назад. Это были очень регулярные занятия. Сейчас это не так часто происходит. Но я стараюсь там раз в неделю забегать хотя бы отдельно, точно. Потому что девочка в коллективе должна все-таки лучше двигаться, больше. И мальчику не так важно быть пластичным. Вообще, наоборот, ему не нужно быть суперпластичным. Да, ему просто стоить себе и улыбаться. Красавец в этом плане. Он умеет танцевать, он это делает. И делает очень естественно и по-мужски. Я больше разрабатываю там пластику, секси-движения всякие, резкие движения, которые являются моей фишкой. И танцы я обожаю. Я бы даже сказала, что это мое хобби. Прогнать научиться танцевать, как Надя Дорофеева. Обещаю, у вас есть такая уникальная возможность. Будет очень сексуально и горячо. Ольга Риженко, хореограф-постановник. Досвід работы. 15 лет. Робить акцент на развитку индивидуальної харизмы. Улюбленный вислів. Мені не потребно багато. Достатньо найкращого. Задача артиста – работать, чтобы видно его лицо. Для этого девочки взяли зонтики, положили себе за плечи, надлинули пальчиками и выгнули грудь вперед. Что у нас? И попу назад. Начинаем, Людминка. Крутимся. И это лишь начальник. Что же будет дальше? В таком положении, прокрутить бедра через правое. Раз. Вперед. В сторону. Назад. И соединяем. И кружочек, но при этом у нас зонтик не ломается. Оля, встані! Спинку держи. На другую. Работа. Подожди, Ольчик, секунда. Секунду. А это даже пересна не прошла. Надь. Теперь мы попробуем работать только бедром. Ударчик делай. Надь, моя любимая фишка. Раз. Два. Попробуй пройти. Просто сделай 4 шага вперед и 4 назад. Но так, чтобы все увидели вашу бедро и ровно нам ножку. Теперь мы взяли и завернули в бедро и показали, что у нас там попа. Подожди, смотри. Какой проник. Хорошо. Все, бросаем зонтики. И просто зараз, эксклюзивно для вас, кілька танцевальных фишек, які Оля підготувала специально для Наді Дорофеевої. Хлопочек. Хлопочек. И потом мы разворачиваем ножки и просто проводим до груди. Почитаем, да? Да. Теперь добавим просто ножки. Смотрите. Вперед, вывели таз, назад попу отставили. А теперь, когда мы будем вести по бедрышкам, мы левой ножкой делаем кружочек. Круг, круг. Мы работали бедрами, да? Но еще очень важно работать грудной клеткой. По квадратику мы сделаем квадрат в сторону, вперед, в сторону, внутрь. И потом просто берем, поднимаем кулачки и бьем себя по бедрам. Бэм, 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 бэм. Бэм, бэм, бэм. Только, наоборот, толкаем бедро. А, толкаем бедро, толкаем бедро. Тепер спробуємо все об'єднати. Тепер спробуємо все об'єднати. Тепер спробуємо все об'єднати. Уже ведите меня в капітейлий. Видимо, эти изменения повлияли на тебя так, что ты решила создать свой собственный бренд Додо. И даже в вашей новой песне, и даже в этой новой песне Позитив поет о себе, там типа что на Позитив и Додо. А, то есть это вот все, твоя фишка, твой ник. И я помню, когда мы с тобой снимали давно-давно, только-только это была первая твоя история, ты только первый раз это делала. Я заикнулась впервые в программе My Profession. И буквально через месяц, по-моему, появилась Тьмай Додо. Действительно, бренду Тьмай Додо немножко больше года. И за это время у нас было коллекции, по-моему, шесть. Начиналось все с чокеров, которые сейчас на мне. Продлилось все брюками, которые тоже сейчас спортивные. На мне это тоже Тьмай Додо. В конце мая, я надеюсь, у меня откроется магазин. Магазин, который тоже будет с именем Додо в центре города. И это будут не совсем мои конкретно вещи. Это будут еще вещи дизайнеров со всего мира. Меня подтолкнули к этим действиям, конечно же, поклонники. Потому что они пишут, а где ты взяла то, где ты взяла сё, а нам нравится твой стиль, а нам нравится такое-такое. И я поняла, что вот они сами мне подсказывают, что нужно делать. Точно так же у меня вот появится блог, который я начала снимать. И вдохновили меня на эти блоги. В том числе и Настя, которая мне говорит, ну почему ты не снимаешь блог? Она снимает, у нее огромное количество подписчиков. Я смотрю, это интересно. Мне начал говорить Вова, она говорит, Надь, ну блин, у тебя такая интересная жизнь. Ты должна не просто заниматься, вот я поняла, я не хочу заниматься в этих блогах самолюбованием. Но мне хочется этим блогом вдохновить девочек на то, чтобы они были красивые дома. Старались быть ухоженными и все такое. То есть это такой чисто женский мирок. В вашем клубе, мозги клуба, скажем так, да, огромной корпорации, которая уже не один год получает самые лучшие премии, как самый крутой продакшн, появляются тоже красотки. Мишель. Ага, конечно. Это тоже моя коллега, понимаешь, все-таки подсиживают нас. Но я думаю, что, скорее всего, у вас та же история, потому что, ну как это может случиться? Ведь она красотка и шикарный голос. Отличный ответ. Когда мне сказали о том, что у нас появляется девочка, конечно, мне это не понравилось. Естественно. Я не буду врать о том, что ой, как классно у нас новая красивая девочка, блин, это же так круто. Мне стоило просто познакомиться с Мишель, и когда человек оказывается очень добрым, хорошим, ты успокаиваешься. Ну и второе, что пришло ко мне, это наконец-то в 26 лет ко мне начала приходить какая-то хоть маленькая мудрость. Я поняла, что нельзя злиться, например, на то, что твои продюсеры хотят развиваться. Нельзя злиться на меня, например, за то, что я хочу, кроме пения, заниматься дизайном, заниматься еще чем-то, открывать магазин. И вообще, я Мишель сняла в лукбуке «It's my Dodo», и это одна из моих теперь любимых фотосессий, потому что Мишель еще и прекрасная модель. Шикарная, удивительная фигура, вот это вот все есть на фоне мастенького тела. Она идеально «Dodo Girl». И вот это классно, когда ты находишься в таком состоянии уже, когда ты не паришься, не переживаешь, ты любишь красивых людей вокруг, а не завидуешь им. Ты восхищаешься ими, а не злишься на то, что там, например, как-то у кого-то что-то лучше, или у кого-то денег больше. Круто, это дает классный толчок к работе. Вот теперь все поздники случились. Далее «Умоя профессион». Надя Дорофеева «Видварто про властни секреты красы». И у меня вот этот вот страх остался, я умываюсь всегда. И просто зараз. Мишель Андраде оберет топ-3 луки из фэшн-коллекции Надьи Дорофеевой «It's My Dodo». Я в восторге от того, что делает Надя Дорофеева. И вы даже себе не представляете, насколько я счастливая была, когда она мне предложила стать лицом ее новой коллекции. И я сейчас вам предлагаю окунуться в мир «It's My Dodo» и выбрать топ-3 лука. Поехали! Мишель Андраде – украинская спевачка с горячим латиноамериканским сердцем. Обличча весняною коллекцией бренду «It's My Dodo». Улюбленный вислів. Итак, с чего вы начать? Что я вижу тут? Это вот такое платьюшко с такими чокерами. Можно одеть его так, как и с каблучками, так и ботинки а-ля рокерские. Оно бы подошло для всех случаев. Это очень круто. Тем более тут, что написано? Freedom! Freedom! Свобода! Вот ты себя чувствуешь комфортно в нем, свободненько и сексуально. Надзенная коллекция отличается с чем? Тем, что у нее всегда есть какие-то принты прикольные, неожиданные, как тут. Например, может быть, показалось. Когда снималась Надзенная фотосессия, мы брали такие костюмчики из новой коллекции. Они очень классные. Это свитшоты, и можно их одеться с такими штанишками. Они укороченные, и они такие широкие, и они называются кьюлоты. Так, мне сейчас бы хотелось померить некоторые три луки из Надзенной коллекции. И я выбираю. Я Надю увидела в Инстаграме и вживую. И оно очень стильно, очень круто. Оно подходит вообще под casual. Он вообще шикарный, теплый. И Storm Queen. Так что вы будете королевами, если оденете такое пальтишко. Такие короткие свитшоты, которые можно показать. Пресик, животик. И оно будет выглядеть очень сексуально и красиво. И они идут с комплектными шортиками. Вот они, шортики. И смотрите, как тут, Мила, на попочке тут есть розочка. И вот такой еще костюмчик. Вы, наверное, его уже видели. И Надя такое носила. И это очень-очень стильно. Можно в них и ходить, знаете, куда? Везде. Все найденная коллекция, она универсальная. И я не знаю, как у нее это получается. Потому что можно одеть и под кабачками, и под ежедневную обувь. И летом, и весной носить ее. И зимой, как вы видите, вообще. Она суперталантливая девушка. И я бы вообще все носила. Была бы моя воля, я все носила. Скажи, самые вот такие топ-3 супер-своих секрета бьюти. Вот, например, да, вот что ты делаешь с лицом, чтобы вот оно было таким упругим. Я об этом могу вечно, кстати, рассказать о моей любимой теме. И знаешь, вот эти вот всякие диетки. Может быть, там, знаешь, ты там не кушаешь макароны, огурцы только жуешь по утрам. Все тебе сейчас расскажу. Короче. Давай. А я такая уже все, знаешь, как мне снесите. Я, ну, тебе вообще, у тебя все просто, не знаю, идеально. Мне кажется, мы даже одними кремами пользуемся, судя, потому что у тебя так все хорошо. А, судя по нашим нагорелым счетчикам. Судя, это хорошо. Да, у нас просто один гримур на всех, как бы вот такая ситуация. В общем, я никогда не ложусь на крашеной. Ни разу в жизни. Это вообще никогда. Ни разу в жизни, находясь на гастролях, даже когда после концерта мы садимся в автобус, и нам ехать, например, в 8 часов, я заставляю водителя остановиться на заправке, иду. Если нет холодной, горячей воды, холодной водой, ледяной, любой, я умываюсь. У меня просто в детстве напугала мама, сказала, что если я лягу с накрашенными ресницами, их у меня не будет больше. Потому что они что-то там... Поломаются, и все. И у меня вот этот вот страх остался, и я умываюсь всегда. Ой, это прекрасно. Во-вторых, у меня три фазы очищения. Это вода сначала с каким-то средством обычным, любое средство, не обязательно оно должно быть дорогим, любое абсолютно. Затем это мицеллярная вода, точно такая же недорогая. Потом масло для снятия макияжа, потому что масло снимает лучше всего и губы, и глазки. И ты не трешь, и это идеально, и ты бережешь свои реснички. Потом у меня идет тоник, увлажняющий крем. Нет, до крема средство, которое сужает поры, потому что в связи с нашей работой у нас широкие поры. Извините, мальчики, за то, что вы это слышите, и девочки знают, а пацаны этого не знают. Ну, короче, за то, что сужаю поры, потом кремчик увлажняющий на лицо и под глаза, и много воды обязательно. Воды, воды ты пьешь, и пшикаешь, и все прямо вот там. Да, кстати, сегодня еще водный баланс не выполнил. Ну, в общем, воды нужно девчонкам всем пить-два литра в день и взять. Звісно, это круто, когда у тебя от природы такие пухкенькие губки, как у Наді Дорофеєвої. Но если природа не наделила тебя такою красою, мы с моей подругой-бьюти-блогером допоможем тебе подобрать косметичные средства, за которыми ты сможешь досягнуть такого спокусливого эффекта. Пять лет назад она решила освободиться с работы и заниматься исключительно тем, что ей подобается. Наразі Лиза Краснова – популярный бьюти-блогер, с которой прагнуть работать проведенные косметические бренды. Я уверена, что каждая девушка может подобрать оттенок губной помады так, что он на долгие годы станет ее визитной карточкой. Спонсор показу – бренд Марк. Смелую виста креативність. Косметика, яка допоможем вражати диктувати правила та раскрытий творчий потенціал. Марк, мы надыхаємо, ты створюєш. Лизенька, я думаю, что у нас сегодня с тобой получится сделать очень такие красивые и сочные губки, как у Наді Дорофеєвої, такие пухлики. Я думаю, что для этого нам, конечно, понадобится суперкрасивый бойфренд, который бы расцеловал и зацеловал бы нас. Но его нет, зато у нас есть чудо-косметика, с помощью которой мы сможем придать нашим губкам пухлости без всяких там инъекций. Основной секрет – это добавить света над верхней губой и угасить немного света под нижней, то есть затемнить. Ага, затемнить и разгасить, и угасить. Добавляем хайлайтер над верхней губой. Хайлайтер над верхней губой. Добавила. И немножечко под нижней, чтобы создавался эффект вывернутой губой. Угу, добавила. Основной акцент – это то, что придает объем, это блеск для губ. Но тут секрет в том, чтобы наносить его не на всю область губ, а только в центр, тогда свет будет преломляться и создаваться очень красивый блик, который будет делать нашу губу визуально пухлее. Ага. Тут можно выбрать либо какой-то прозрачный блеск, нанести его поверх помады, либо же сразу оттеночный блеск и красиво растянуть его по губам. Ага. Я, наверное, сначала нанесу блеск вообще, а потом уже… Очень натуральный эффект еще получается, когда вбивать блеск пальцами. Ага. Главное – чистыми. Ага. Это точно. Ой, какой перченый. Кстати, такие блески, они дополнительно создают визуально больше объем. Правда, кажется, как будто бы пожар горит. Угу. Я думаю, я закончила. Очень красиво. Очень я старалась. С теми, что Лиза, которая знает абсолютно все про косметику, мне удалось добиться результату таких же пухлых губок, как у Надь Дерафеевой. Мені дуже сподобалось. Сподіваюсь, вы не забыли про те, что телеканал М1 разом с брендом Марк оголосил челлендж на вашся вражати. Заходь на сайт телеканалу М1 та отримай більш детальную информацию про челлендж. Не пропустите! Надя Дорфеева про подружные стосунки. Ты вообще что там на гастролях делаешь? У тебя все равно точно там у тебя нет никого там. Та пробожання мати дітей з Володимиром Дантесом. Мне так страшно, говорю, но как бы, по идее, уже надо быть. Это нормально, да. Это как прыжок с парашютом. А ты прям следишь за диетой, у тебя есть такая целая история. Если ты даже уже за водой следишь, значит, у тебя прям целый процесс какой-то. С питанием у меня тоже заморочки есть. То есть макарон ты с пармезанчиком не пилаешь? Я обязательно ем макароны с пармезаном твердых сортов, потому что тренер мне говорит о том, что это даже лучше, чем, например, белый рис иногда. Нужно есть какой-то дикий рис, там, я его не ем. Ну, как бы, я его ем, но не так часто. Он не разрешает есть макароны. Почему? Потому что я хочу чуть-чуть набрать вес, наоборот. О, ты вообще крошка совсем. Я хочу чуть-чуть набрать, и многие хотят похудеть, а я говорю, ребята, пожалуйста, просто ходите в зал, будьте сочными, кушайте нормальную еду. Но единственное, что я, конечно, не ем всякой фигни, типа чипсов не пью, газированную воду вообще, колу не пью, уже года два. Вредные, вредные, вредные привычки тебя совершенно... Есть макдональдс раз в месяц. Это позволяем, потому что тоже нужно обязательно делать разгрузочные штуки. Я не суперправильная питательница, я ем все, каши, там, жареное, правда, не ем. Ну, короче, все нормальную еду. Вот нормальную еду, пареная, селедку. Извините, мальчики, я же должна быть принцессой, но я люблю такое. Ну, ты нормально живешь, у тебя нет особо каких-то правил, ты просто нормально живешь здоровым образом жизни. Но не таким, как вот есть застегнутая совсем. Просто для себя. Более-менее, да. Как тебе удается не есть, не поправляться, учитывая то, что твой любимый человек, твой муж, знает про гастрономию и про все самое вкусное, все? Да. Как это возможно? Вова был до свадьбы больше на 10 килограмм. Как это он? Он был полным, и у него было пузо такое. Ты влюбилась в Вову с пузом? Влюбилась еще, был такой небольшой пузенчик. Он такой пограничный составил, пограничный. Потом он в связи с любовью нашей начал поправляться, потому что мы дома очень готовили, и я, и он. Так прекрасно. Да. Вот посиделки такие, все, знаешь, там где-нибудь, где-нибудь, это вино. Обожали мы, все вкусно, и борщи, и картошечка жареная, и запеченная, все это мы кушали, и он умеет классно готовить, мы все это делали дома. Потом график у «Время и стекло» стал бешеным, и я готовила уже дома, ну вот серьезное что-то, года два с половиной вообще. А Вовка иногда делал, потому что у него было другого формата работы, она была в Киеве, и он кушал, 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 набрал. И тут у нас свадьба, и нужно было ему похудеть. Значит, он похудел на 8 килограмм. На 8 килограмм? На 8 килограмм, да, я просто, это нужно видеть в фотографии. Он похудел на 8 килограмм, и то он был недоволен. А когда он начал сниматься в программе про еду, он стал заниматься спортом с моим тренером, и во время того, как они едят еду там в кадре, он берет маленькими кусочками и быстро наедается. И получается, вот, кстати, самый идеальный питание, когда много раз, но по чуть-чуть. По чуть-чуть, действительно. И он стал таким худеньким, и его сразу пригласили. Он очень спортивный, очень спортивный. Я говорю, ты вообще, что там на гастролях делаешь? У тебя все равно точно там у тебя нет никого там. Я его уже подкалываю, он таким красавчиком приезжает. Щоб там Дорофеева не казала, однако больше за все вона полюбляет салаты. Тож, ее давняя подруга, фэшн-дизайнер Ніка Медисон, вирішила здивувати Надю під час дівчачьих посиденьок чимось смачненьким. На допомогу юній дизайнерці прийшов наш улюблений експерт. Андрій Кучерявий. Шеф-повар. Досвід роботи. 15 років. У ресторані провінційної французької та сучасної української кухні він постійно експериментує. Улюблений вислів. Створення нової страви робить більше для щастя людини, ніж відкриття нової зірки. Андрій погодився розкрити секрети приготування свого авторського салату крок за кроком. Для базової частини нам потрібно буде взяти шампиньон. Ми його наріжемо з великої соломочкою. От тобі помідор, ріжеш його на чотири частини спочатку. Ніка, звісно, помітила на столі креветки і вирішила по-дівчачому натякнути, який інгредієнт був би найбажанішим для Наді Дорофєєвої. Надя обожає лосось. У нього все з лососем, салата з лососем, бутерброди з лососем, все з лососем. І навіть наша з нею спільна колекція була з нитками цвіту лососів. Однак у цьому салаті лосось не передбачається. Хоча, як обіцяє Андрій, буде не менш смачно. Ти закінчуєш з томатиками, я підрежу поки каперці, такі цвіточки молоді. І беремо коктейльні креветочки і теж слегка їх змельчаємо. Добавляємо ось цю заправочку. Яка зроблена на основі суміші очищеної цюльки, каперсів, жовтка, гірчиці, пармезану та рослинної олії. Аккуратненько ось це все вимішуємо. І слегка його притрамбовуємо. У нас вийшла така формена річ. Тепер обжарюємо тигрові креветки в оливковій олії. Коли вони фактично готові, сюди ми добавляємо апельсиновий фреш. І 2 части сливочного масла від количества фреша. Оно даст нам таку утєльність в соусі. Це що? Немножко шафранчика для аромата. І чуть-чуть сахара, поскольку апельсиновий фреш імеє кислоту, треба її чим-то загасити. Взагалі морепродукти любять такі кисло-сладкі соуса. Тепер ми беремо зелень і заправляємо. Второю заправочкою, вона більш жидка. Це теж оливкове масло, сахарна пудра. Нарешті залишилось скласти усі заготовки в єдине ціле. Ось і пішов запах шафранчика. І чі-чуть грубленого міндаля. А, міндаль. А вот эти листочки? Салатик Матгорт. Більше ковкрашення, да, як в декор? Да, на декорчик. Фурнитура. Да. Я думаю, Надя дуже подобається. Она любить морські продукти. Ще б, конечно, маленький кусочек лосося для полного счастья. Да, це чисто для мене. Это тоже очень круто. Ми зможемо позволити себе, будучи у нас в гостях. Да. Это разлука ваша бесконечна. Это же уже отдельная тема в інтернете. Уже хештеги, уже все есть. О том, что вот такая у вас любовь, и прям свадьба, и разлука. И любите, приезжайте, и вот это. И он же становится круче для тебя, ты для него. И у вас у обоих карьера стала только лучше, успешнее. И прям идеальная парочка. И вы даже внешне похожи. Мы такие брат и сестра, только вот муж и жена. Вот как-то так и как вы видите. Нам так многие говорят. Насчет расстояния этих и расставаний, это непросто. Особенно это было сложно первые полгода, потому что я ему выносила страшно мозг. Я ему говорила о том, что мы так не сможем, мы не выдержим. А потом, когда как бы он стал зарабатывать, я успокоилась сразу же. Я подумала о том, что он так мечтал. Ему нравится быть настоящим мужчиной и заботиться обо мне. И наши отношения стали еще лучше, вот правда. Поэтому все в жизни происходит так, как и должно. И мы своим жертвуем, да, расставаниями такими, но оно дает нам гораздо больше. Ты не думаешь о том, чтобы завести детей? Мы, конечно же, об этом думаем. Но на данный момент, говорю, вов, мне так страшно, говорю, ну, как бы, по идее, уже надо бы. Это нормально, да. Но с другой стороны. Это как пушить парашюта, знаешь, ну, вот смотри, бьенцы, все они это делают, и это нормально. Ты просто выпадаешь на какое-то время, но еще больше становишься популярнее. Страшненько просто. Просто чуть-чуть страшновато. И как раз будут твои булочки вот это, что ты хотела. Да, и сразу будет все, что должно быть. Мне чуть-чуть страшненько, и ему тоже. Я думаю, что это случится года через два. Ну, само Богу. Мы примерно так себе с ним вот... Но вообще нельзя планировать этот момент, как Бог даст. Но мы обязательно это сделаем. Это самое главное в жизни. Это главнее всего и важнее. Поэтому мы так серьезно просто к этому относимся. И мы хотим, чтобы все-таки ребенок уже был, когда и квартира есть. А мы сейчас складываем немножко в другое, так получилось. Поэтому все произойдет как должно. Я даже не буду говорить пока-пока, хотя я говорю, знаешь, как это... Спасибо, до свидания, до встречи, скоро увидимся. Но я уверена, что все прекрасно. И очень жду, лично я и, понятно, вся страна, твой блог в интернете. Делай эту штучку, крошка. Я обязательно покажу, что ты кушаешь. И кашу поутру. Обязательно. Эти два литра воды. Обязательно. Да. Подписывайтесь и приходите в магазин. Ой, фу. Красиво. Девушка блонда. Дизнается про все с життя позитива. Она не была моей фанаткой в то время, когда мы встретились. Покаже, что требует одягать, чтобы быть на стиле. Мы вверх спускаем на одно плечо. Позитив приготовит свою коронную страву. Я взагалі проти цього. Та спробую зробити из блонды співачку. Детка, это фэшн. Это моя профессия. Круто, круто, круто. С вами была моя профессиян и я ваша девушка блонда. Увидимся. Далее будет только наинтереснее.